Здравствуйте! Это программа «Экстренный выезд» в студии Георгий Розуваев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных происшествиях, случившихся в Обнинске и ближайших городах в сегодняшнем выпуске. 21 июня на одном из строительных объектов города Обнинска трагически погиб рабочий. 26-летний парень стал героем для местных жителей после того, как вытащил из Белкинского пруда пьяного мужчину. Обнинская пенсионерка стала жертвой мошенников, приобретая биткоины. Это и многое другое смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. В дежурную часть ОМВД России по городу Обнинску обратилась местная жительница, которая перевела мошенникам 2 миллиона рублей. Просматривая интернет, пенсионерка случайно обратила внимание на информацию о возможном заработке на бирже и позвонила по указанному номеру. В ходе разговора мужчина представился бывшим сотрудником банка и предложил заработать денежные средства, приобретая криптовалюту. Пенсионерка согласилась и далее выполняла необходимые от нее требования. Перечисляла в несколько этапов денежные средства. Женщина поверила незнакомцу, что прибыль постоянно увеличивается и нужны новые денежные вложения. Часть денежных средств она оформила в кредит и остальную сумму заняла в долг у знакомых. Когда в очередной раз злоумышленник потребовал внести сумму, которой у нее не оказалось, она обратилась в дежурную часть полиции. Рассказав о случившемся, полицейские убедили ее, что таким образом она стала жертвой мошенников. Настоятельно рекомендовали быть бдительными при общении с посторонними людьми и ни под каким предлогом не перечислять денежные средства неизвестным гражданам. По данному факту ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В пятницу 18 июня в 10.30 произошла небольшая авария в районе южного въезда в город. Водитель за рулем иномарки «Шкода» решил обогнать впереди идущие автомобили «Рено» прямо перед въездом в тоннель. В итоге не рассчитал маневры и зацепил кузов хэтчбека. Сотрудники ДПС прибыли быстро на место инцидента и оформили протокол, чтобы не создавать автомобильный затор в обе стороны. В 12.30 серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Ленина, 19А. Мужчин, управлявший белой иномаркой «Кия», на полном ходу врезался в «Ниссан». К счастью, в результате этого столкновения пострадавших нет. По подозрению очевидцев, участник аварии, допустивший столкновение, находился в нетрезвом состоянии. Окончательные выводы о дорожном происшествии предстоит сделать сотрудникам госавтоинспекции. А это видео нам прислали очевидцы. В 17.30 по адресу улицы Кобицинская, 11А столкнулись еще два автомобиля. Владелец пикапа «Грейт Волл», выезжая с парковки, не убедился в безопасности своего маневра и в результате получил удар в боковую часть кузова от проезжающего мимо микроавтобуса марки «Мерседес». Медицинская помощь людям не потребовалась. В тот же день на пульт дежурного поступило сообщение о семейном конфликте. Ссора на бытовой почве между членами семьи произошла в одной из квартир дома на улице Аксенова. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло в балконной двери, ругался и вел себя неадекватно. Чтобы усмирить родственника, женщины вызвали участкового. Сотрудник в форме провел с гражданином разъяснительную беседу, и тот пришел в себя. После чего даже попросил прощения у семьи за свое поведение. Далее поступил сигнал о краже в торговом доме на улице Энгельса. Злоумышленники взломали дверь помещения, в котором находится сервисный центр по ремонту сотовых телефонов. И похитили мобильный телефон с витрины за 6 тысяч рублей. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что данное преступление совершили двое мужчин. На данный момент устанавливается личность граждан. Ведется расследование по данному делу. 21 июня в 11.30 произошел трагический случай на улице Пирогова. На строительном объекте погиб рабочий. По предварительным данным, стрела бетонного насоса при подаче бетона по непонятным причинам упала на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. По данному делу проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины случившегося. Синоптики распространяют экстренные предупреждения об аномальной жаре до плюс 35-38 градусов с 23 по 27 июня в регионах Центрального федерального округа. Спасатели настоятельно рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить головной убор, пить больше воды и быть предельно осторожными при купании на водоемах. Пренебрежение элементарными правилами безопасности уже привело к множественным трагическим происшествиям. 23 июня в 11 часов в отделении дежурной части города Обнинска поступило тревожное сообщение о том, что на Белкинском пруду тонет мужчина. Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили, что 59-летнего гражданина спас молодой человек. 26-летний герой по имени Максим проявил неравнодушие к судьбе другого человека и незамедлительно бросился в воду, чтобы вытащить выбившегося из сил мужчину. После того, как они добрались до берега, молодой человек оказал пострадавшему необходимую помощь, перекинул через колено лицом вниз, чтобы вывести жидкость из дыхательных путей. Вскоре чудом выжившего доставили в больницу для дальнейшего обследования. Позднее стало понятно, что решивший подвергнуть себя столь серьезной опасности пловец, который намеревался переплыть, пруд, да еще и в неположенном для этого месте, был разгорячен не только жарой. Он находился в нетрезвом состоянии. Где-то без 15-11 мужчина поплыл пьяный, хотел переплыть в Белкинские пруды. Увидели, что он доплыл до середины и все, поплыли за ним. Он уже все, уходил под воду. Ничего не кричал? Не, он уже не мог говорить, уже сознание терял. Под воду уходил, мы его ели вылупкой, достали на берег, вытащили, на колено положили, чуть очухался, голова синяя, скорую вызвали. То бишь, если бы не ты, и кто еще с тобой, еще кто-то был, да? Да, его друг. То бишь, если бы не вы, можно было бы в другом состоянии выловить. Напоминаем, что это уже далеко не первый случай за эту неделю. Рекордно жаркая погода продолжает тянуть воду купальщиков. Представители спасательных служб просят граждан придерживаться определенных правил безопасности. И, разумеется, не плавать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Купание в жару под градусом – это очень серьезный риск. В минувшую среду в полицию позвонила жительница дома на улице Королевой и сообщила стражам порядка, что в подъезде появился разобранный велосипед. Женщина предположила, что двухколесный транспорт краденый, так как и соседей он никому не принадлежит. И, мало того, он постоянно мешает проходу. По указанному адресу приехали сотрудники полиции, чтобы разобраться в ситуации. Велосипед был доставлен в отделение для дальнейшего установления личности владельца. Тем же днем было зафиксировано и несколько дорожно-транспортных происшествий. На проспекте Маркса на развороте не смогли разъехаться грузовик и легковушка марки «Кия». На время разбирательств произошедшего движение на этом участке дороги было временно заблокировано. Кто из водителей не рассчитал радиус поворота, разберутся сотрудники ДПС. Ближе к вечеру на проспекте Маркса не повезло и этим двум автомобилистам. ДТП произошло по классической схеме. Водитель за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, видимо, не соблюдал дистанцию и врезался в заднюю часть малолитражки Рено. Столкновение произошло на небольшой скорости. Люди не пострадали. В Обнинске свою работу активно ведет школа молодого политика. Проект стартовал 28 апреля, а его идея зародилась еще в рамках деловой игры «Обнинск. Город первых». Сегодня наши коллеги подготовили сюжет о двух ученицах этой школы, которые активно проявляют себя на занятиях. А за их плечами есть один проект, который в сегодняшних реалиях как нельзя актуален. Кристина Забожка продолжит. Школа молодого политика существует относительно недавно в Первом Наукограде, однако уже имеет свои плоды. Оля и Алина родились в Обнинске и в беседе с журналистами признаются, что город очень любят. Девушкам по 20 лет закончили техникум при Институте атомной энергетики и сейчас погружены в изучение такой темы, как политика. К слову, они получают высшее образование, которое связано напрямую с их увлечением. Наукоград открыл новый горизонт для тех, кто хочет попробовать себя в политической сфере. Школа молодого политика, я думаю, дает очень много интересных знаний, которые полезны особенно молодому поколению. Пришли в политику, потому что куча интересов, которые у меня были, они совместились в одном направлении – это политика. И поэтому решила этим заняться. И плюс еще школа молодого политика дала просто прекрасные стартапы для молодежного парламента. В первую очередь в школу молодого политика я пришла для своего саморазвития, потому что там очень много полезной информации для будущего, для настоящего. Учиться всегда непросто, признаются собеседницы. Однако, когда это дело, которое тебе нравится, то, несомненно, хочется продолжать идти вперед. А что еще? Какие плюсы? Их оказалось много, потому что девочки постоянно практикуются на занятиях, а не получают сухую теорию. Ольга Пинчугина подчеркивает, что обучение никогда не бывает легким, если действительно учишься. В школе кипит работа и над проектами. Девушки работают в паре и уже начали один воплощать в жизнь. А связан он с актуальной темой, на которую сегодня принято закрывать глаза. Мы работали в команде, поэтому наш проект, он совместный. Проект называется «Профилактика закона о семейном бытовом насилии». Тема сложная, тем более, когда мы это говорим, все удивляются, что это девочки, им 19 лет, 20. И мы к этому уже привыкли, но мы считаем, что эта тема безумно важная не в рамках только региона, а в рамках вообще всего мира. Потому что насилие – это проблема, которая была испокон веков, и, к сожалению, в каждом доме были моменты, которые это запечатляли. Это очень полезный проект. Я думаю, что мы создали что-то очень хорошее, потому что мы проводим групповые занятия, беседы, личные беседы, помогаем жертвам справиться с их проблемами. То есть в нашей команде уже есть коучи, которые разговаривают с людьми и помогают им. Тема домашнего насилия в современной России табуирована. Об этом принято молчать в обществе, из-за чего и возникают трудности. Домашнее насилие – это не только про супругов. Оно включает в себя и другие случаи, происходящие в быту. И зачастую люди об этом молчат. Молчанием делу не поможешь. А потому данную тему важно и нужно поднимать в обществе и обсуждать. Обсуждать это нужно всегда. Но, к сожалению, не каждый человек может обсудить, если ты жертва, если ты свидетель такого происшествия. К сожалению, не все могут об этом говорить. Мне кажется, что важный момент – нужно учить людей не то, что даже говорить, а в принципе предостеречь от этого. Сразу изначально учить любого ребенка, мальчик, девочка о том, что это плохо. И такое в доме – это просто возмутительно должно быть. И там, где есть эти семьи, точнее, где есть отношение такое в семьях, дети должны знать и предупреждать об этом своих родителей, может быть. И говорить об этом, чтобы могли им помочь своевременно. Люди порой слышат, что бьет – значит любит. Но нет. Сегодня такую фразу можно услышать реже. Но она присутствует в обиходе. И это ложное высказывание. Бьет – значит бьет. Любовь не проявляют кулаками или через манипуляции. Любовь же это что? Это, наоборот, уважение, забота и внимание. А в насилии такого нет, тем более, когда бьет. Насилие же это не только физическом, это же, естественно, экономическом, психологическом, эмоциональном. Это ложное убеждение, придуманное абьюзером и жертвой. То есть абьюзера в детстве, возможно, родители били, оскорбляли, показывая им таким образом свою любовь. И они привыкли это делать на своей жертве, доказывая, что я бью тебя, потому что я люблю тебя. Я пытаюсь тебя приучить, чтобы ты была лучше. В Обнинске статистика по данной теме пока не ведется. Однако есть данные по стране, которые определяют важность вопроса. Значимость явления была определена Всероссийским центром изучения общественного мнения. Согласно данным в ЦИОМ, 78% жителей России считают, что домашнее насилие – важная тема. А 49% женщин считают, что в семье опасность стать жертвой насилия или попыток насилия выше, чем где бы то ни было. Кристина Забожко, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Вот и все на сегодня. Не забывайте заходить на наш сайт, где вы всегда найдете выпуск программы «Экстренные выезды», и другие передачи телеканала Обнинск ТВ. Адресная строка в интернете – обнинсктв.ру. А самые интересные и захватывающие видеокадры, снятые вами, вы можете прислать на электронную почту. Берегите себя. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok